Доброе утро, ребятки! Мой завтрак, каша, живот, желудок барахлит. С утра ем овсяную кашу теперь. Чаёк, серделька, огурец. И смотрю фильм. Кто узнаёт, что это за фильм? Сейчас я его поставлю на паузу. Кто помнит этот фильм «Сбежавшая невеста»? Нет? А, свадебный переполох, точно. Она может сбежавшая не ест. Нет, это свадебный переполох. Это я готовлюсь. У нас в воскресенье будет игра с девочками. Викторина там. И там будут пять фильмов. Их нужно пересмотреть. И там по ним будут задаваться вопросы. И тематика будет свадебная. Все должны одеться в свадебные наряды. Но мы себе тоже с девочками уже придумали наряд. Сегодня пойду забирать. Так что приеду. Всем доброго утра. Мне приятного аппетита. Вышли уже с Артуром на улицу. Идём на занятия. А у нас здесь, кто помнит, был салют. А теперь растёт дом. И при этом там как-то так быстренько. Фундамент тоже есть. Так, машин нет. Идём, быстрей. Так, такой будет ещё один красивый дом. Сейчас оставлю Артура на занятиях. Пойду на новую почту. У меня там посылка. Ну, не лично мне, а девочкам. Для этой викторины мы себе атрибутчику заказывали. Потом уже, когда приду домой, покажу. Сегодня прям солнышко немножко вышло. Он так радует нас. Да, Арту? Когда выходит солнышко, и настроение сразу хорошее поднимается. Машина поехала большая. Идёт ученик заниматься. Там у нас комментаторы. Ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо всем за поддержку. В основном уже мне знакомые ники. И приятно читать комментарии. Но повылазили. И недоброжелатели. Ну, так как я уже несколько раз говорила, что на нашем канале будет только позитив и добро. Жизнь не так хватает. Говна. Поэтому всякие вот негативные комментарии я буду удалять. Пока Артурчик на занятиях. Я уже сходила на новую почту. Забрала посылочки. Ну, уже частично покажу, частично не покажу. Увидите. В воскресенье. Чтобы была какая-то интрига. Так, хочу ответить на некоторые комментарии. По поводу Артурчика. Артурчику уже 10 лет. И в своё время я перепробовала разные методы. И всякие традиционные, нетрадиционные медицины. И глоукалывания мы Артурику делали. К бабкам возили. И кучу обследований, анализов делали. И МРТ головы делали. Диагноза как такового у него нет. Вот так, чтобы сказать, из-за чего у него такая задержка идёт в развитии, нет. Но мы наблюдаемся у психиатра, невропатолога и ортопеда. Это вот три врача, которые мы, в принципе, посещаем постоянно. И постоянно я сдаю ему анализы, чтобы контролировать его организм. Всё, пока месть. Я приняла для себя такое решение, что ничего больше делать я не буду. Ну и мы занимаемся с врачом, естественно, ой, с врачом. С логопедом. Потому что у меня Артур уже просто какой-то период времени просто боялся людей в халатах. А особого прогресса это не даёт. Но вот сейчас я вижу, он как бы потихоньку растёт. И есть какие-то сдвиги, но... Естественно, они не на 10 лет. Так, это что касается Артура. Ну, говорю это один раз. И больше я на этом заострять внимания не буду. Кто там пишет, молитесь, а не снимайте видео. Ну, каждому своё. Я этого комментария вообще не поняла. Поэтому... Ну, так сложилась жизнь. Что теперь сделать? Как бы свесить ручки и ничего не делать, не жить, не продолжать. У меня на это своё мнение. Конечно, мне тоже иногда нападают по поводу этого тоже депрессии и паника. Как будет дальше? Но стараюсь эти мысли гнать с головы. И уже как будет. Но что я делала? И мы с Сашей делали всё возможное. Что... Возможно и невозможно. Не знаю. Я куда-то ехать за границу, тягать его. И мы так тяжело давались эти все процедуры. Не знаю. Я пока здесь, в общем, об этом перестала думать. Хочу сказать, вам сложно записывать такое видео. И я прям... Не могу подобрать нужных слов и фраз. Прям уж тяжело. Как бы это ни звучало. Если вдруг какие-то ещё вопросы остались, задавайте под этим видео. Раз и навсегда на их ответить. И к этой теме я не хочу возвращаться. Но есть как есть. Я ничего поделать не могу. Надеюсь, что вдруг перерастёт. Или ещё будет какой-то... Какой-то толчок в жизни. И вот что-то поменяется. Пока так. К сожалению, пока так. Но... Опустить руки и биться в панике. То тоже это, я считаю, не очень хорошо. И ему я тоже думаю, не будет комфортно жить в такой ситуации. Так, я уже пришла. Жду Артурчика на занятиях. Такой центр в коридорчике. Сижу, жду. Пока Артур занимается с логобедом. И вот эта вот посылочка первая. Я не выдержала. Решила открыть, посмотреть. Смотрите. Как думаете, какая в этот раз будет тема? В прошлый раз была тема хиппи. Смотрите, какая милота. Вот у нас таки будет фата такая будет небольшая на голове. Мы будем подружками невесты. И одна невеста у нас будет. Тут должна быть белая фата. вот такие вот на руку. Класс. Где тут должна быть белая фата еще? Так, я не пойму, где белая фата. А, вот есть. Есть и белая невеста. В общем, вот такая тема. Покажи маме, как ты делаешь массаж. Ты что, у меня молодец? Кривится. Ну, что он сейчас будет отбирать. Но в том, что он будет сам, да? Он будет сам, да? Пока терпит. Ага. Кривится. Да? Забрала занятие. Счастливый, довольный ребенок идет. Радостный. Нравится ему заниматься. С логопедом. Она ему потом делает массаж рук и лица еще. И мы идем с ним гулять. Сегодня хорошая прям погодка. Солнечная.